Помимо дыма, угрозу здоровью несет жара, она в ближайшие дни столицу республики опять же не покинет. В выходные столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Как спасаются от жары жители Якутска, выясняла Юлия Великодная. Не просто переносить жару людям пенсионного возраста, а состояние людей с хроническими заболеваниями сосудов и сердца неблагоприятно сказывается на высокую температуру. В этот период им необходимо тщательно следить за своим здоровьем и приемом лекарств. Для меня жара, но почему-то я красил, это уже все. А как спасаетесь, что делаете? Постоянно водой биваюсь. Очень плохо, мокрые духота, это вообще давление. Морс с лимоном или вода с лимоном. Тяжело совсем, дышать невозможно даже. А как спасаетесь, что делаете? Ну как, то дома сижу, да, только пока в поликлинику только, а так ни из дома не выхожу никуда. В жаркую погоду учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, да. И в первую очередь нашим пациентам рекомендуется, конечно же, в сильную жару либо ограничить выход на улицу, да, либо прикрывать голову панамкой, шляпой какой-то, да. Постоянно носить с собой жидкости побольше, вода, желательно негазированная вода. В борьбе с жаждой у каждого свои способы. Кто-то считает, что чай лучше утоляет жажду, кто-то пьет морс. Но врачи сходятся в одном мнении. Лучший способ избежать обезвоживания – обыкновенная негазированная вода. Вот если у человека жажда и пьет, это же плохо. Как будто вот на горячую сковороду наливает воду, там же начинает трескаться. Точно организм же точно так же. Поэтому надо пить понемножку, не заставляя себя много пить. Много пить тоже вредно. Каждые полчаса, час, допустим, двадцать, немножко. И чтобы не было чувства жажды, не было сухости. После долгожданного дождя в воскресенье днем местных жителей будет неделя, когда температура обещает быть не выше 25 градусов. В конце же июля вновь ожидается 30-градусная жара. Из-за того, что у нас наблюдается дымка, фактически у нас в эти дни, сегодня в пятницу и в субботу, дневная температура будет порядка 27-29 градусов. Ночные температуры будет 15-17 градусов тепла. Ну и далее у нас при прохождении фронта в воскресенье в ночь, в день и в ночь ожидаем уже умеренные осадки в пределах центральных районов. Август будет теплым, с дефицитом осадков. Последние несколько лет якутяне не видели таких жарких и солнечных дней, поэтому не стоит упускать возможности выехать на природу, чтобы не жалеть земной об упущенных теплых днях. Юлия Великодна, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск. Юлия Великодна, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск. Юлия Великодна, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск. Продолжение следует...